Здарова народ! И игрок на Юдасе залез на корабль и просто устроил противникам полный трындец, потому что он очень так конкретно зашел к ним в бочину и навалил по полной. Поэтому все внимание на экран, сейчас будет красивое сражение на Юдасе 15-16, давайте посмотрим. На центр карты сразу же наш герой выдвигается и кто же здесь? РХМ ПЗВ приехал, там он 215Б чухает, посмотрев уловики. Ой, как я люблю вот этих тяжиков, которые запаздывают на позицию и бортиком прокатываются тут, можно всегда по ним присунуть хорошенечко. Так, РХМ ПЗВ тут на центре, нас может подсветить на самом деле, поэтому надо аккуратно выкатывать, там на базе по-любому какие-нибудь ПТшки должны сидеть. Да какие ПТшки, там он посмотрит, 279 объект сидит у себя на базе. И вот это, конечно, интересный экземпляр, что он на базе отсиживается на таком тяжике, это большой вопрос. Так, ну наш герой особо никуда не спешит, держим тут позицию по правому флангу, там, кстати, начинают он уже поджимать наших союзников. Не, ну навряд ли там бачат в одиночку всю вот эту троицу разберет, ну там он еще ебрик катается, не пойму, честно говоря, почему вот эти броджеты не проедут, да бачата не заберут. На самом деле им надо выкатывать и забирать, даже вот наш герой тут может по бачату тычку дать попробовать, но не получилось. Так, а вот, кстати, 279 стоял-стоял на базе, затем выехал, посмотри, в открытую, в наглую на центр. Так, ну надо этим... Ой, как едет, ты посмотри, какой красавец, бачиночкой, картоненькой своей. Просто как оно вот надо. Все делает в лучших традициях. Так, ну а мы держим центр, пока что никуда не спешит наш герой 700 урона, можно было бы побольше уже иметь. Еще вот колесник нам засандалил, ты посмотри, под калибером на 431, так ощутимо, да, ебрик там балуется. Ну, поехал, надо ответочку кидать. А ну-ка, куда, куда собрался? Попасть бы еще в броню. А в броню не попал. Ну там броню, ебра нету, поэтому в броню не попал. Так, а вот у нас 279 на 463, посмотри, как солидно залетает. Еще одну сейчас, и еще одну. Рикошетский. Так, ну 1200 без малого дамага, да, 198. Пока такое себе, но еще и бой непонятно куда идет, потому что счет 1-2 по хп. Наша команда так неуверенно смотрится, проигрывает. Поэтому надо что-то придумывать, переворачивать. Хотя по миникарте посмотрим, вроде все даже неплохо. Он у нас и на правом фланге, про джетто, два штуки вместе с М60 там что-то делают, продавливают вроде как. И там вроде тяжик еще держится, он маус фуловый стоит, 2684 тоже фуловый. Вроде как еще сражение все впереди. Ну посмотрим, пока наш герой тоже понимает, что сейчас куда-то лететь. Слишком много еще у них, 14 танков в их команде. Поэтому сейчас куда-то вкатывать, очень большой риск со всех сторон, понаполучать тычек. И дела будут у нас не очень. Поэтому так спокойно стоим на центре. Где-то кто-то появляется, он 430 стоит, афкшит, по-моему, на базе. Да, это хороший знак. Афкшер нам не повредит в плане халявного дамага. Не, на самом деле, дружище, ты бы не сильно баловался тут вот такими блайнами. Сейчас будешь стоять там бесполезного афкшера разбирать, набивать себе уроний, да? А в ответ прилетит откуда-нибудь. Мало ж оно не покажется. Так, видите, подсвечивают, потому что тут и Ебрик катается, рассекает, и РХМ ПЗВ здесь. Поэтому здесь есть кому нас светануть. Ну, пока, видите, никуда наш герой еще не собирается. Еще все самое интересное в этом бою впереди. Так, ну вот, наконец-то какое-то движение пошло. Первый заезд какой-то интересный. Может, тут РХМ-ча хочет высветить. А вот, кстати, и он. А вот этот ЛТшник. Тут лампочку ловим надо аккуратно, потому что в любую секунду прилетит. Там не стоит забывать, что еще арта есть. Ну, я думаю, у арты, конечно, там работы и без нас должно хватать. Тем более всего одна арта. Опа! Ты смотри какой малыш тут высунулся. И Ебрик сразу наш подчищает, да? Добирает. Ну, хотя бы ЛТшку отсюда выкурили. Она тут совсем не нужна. Хотя, видите, только с одним ЛТ разобрались. Он у нас начал проигрываться правый фланг. Проджетты там слился. Он один М60 слился. И, считай, у нас правый фланг пустой. Там он один Проджетта откатывается. И, считай, все. Сейчас будет выдвигаться на нашу базу. Так, да и непонятно, к тому же, что там у тяжиков. Он уже 60 ДП, который недавно был фуловый. Уже стоит 155 ХП. Мауса тоже ополовинили. ИС-4 ополовинили. Объекта 284 я вообще не вижу. Слился уже, успел, да? Как-то ситуация 3-7. По ХП горим. Все выглядит хреновенько. Так, Леопард 1. Тут можно дать ширину тычку. Почему бы нет, раз Леопард тут так вольготно чухает по флангу. Можно немножечко его пыл подуспокоить. Так, ну и теперь надо, наверное, выезжать. 2-7-9 можно добирать. 2-7-9 какой-то смешной тут, интересный. Вообще катался весь бой. По-моему, он тут особо ничего не накидал даже. Вместо того, чтобы поехать вместе со своими тяжами туда, да? На фланг. Что-то тут вначале стоял на базе там пусты. Инспектировал, да? А теперь на центре карты гулял там, ездил. Бочиной поворачивался. В итоге мы его подразобрали так неплохо. Ну и вот, проезжает наш герой на корабль прямиком. Вот тут, пожалуйста, этот корабль, с которого сейчас начнется все самое интересное. Так, 6-9. Заехали на корабль. Бабаха тут чухает. Посмотри, Бабаха сразу. До свидания. Ей говорим, Бабаха. Помашем ручкой. И наверх, наверх, наверх. Тут колесник уже тоже поживиться приехал. И здесь очень можно неплохо поработать, когда особенно тяжи продавили. Видите, что происходит? То есть наш герой занимает тут позицию. И вот они. Открыты задницы вражеских тяжей для приема наших снарядов. Ничего не мешает накидывать спокойно дамаг. Добираем супер коня. Лампочку, правда, ловим. Ну, сейчас, если другие будут подставляться, мы и их с этой позиции на корабле должны паковать в ангар. Так, вот он. Пошел. Посмотри, Амикс. Вот так вот выкатываем. И до свидания. И ничего не успевает даже опомниться. Так вот, это опасно. ВЗ-55 может снять у нас почти 1000 хп. И снимает 934. Вот это было уже совершенно неприятно. ВЗ-шипа нам так хорошо отработал, я вам скажу. И тут, посмотри, уже отсюда не сбежишь с корабля. Он сидит, Объект 284. Вон, посмотри, что бывает с теми, кто пытается отсюда с корабля съехать. Вон, по Ебрику 105-му прекрасно видно, что бывает. Так, пробуем выцелить 284. Из-за угла он тут может выкатить еще раз. И арта сюда еще прокидывает. Ты посмотри. А я говорил вначале, что арты там других дел хватает. Хватало, пока все союзники наши не слились. И мы сейчас вдвоем с Проджетто-65, который вон ваншотный сидит на базе, против пятерых врагов, на секундочку. Из которых, правда, одна арта, но тем не менее, даже арта он, видите, фугасом присунула. 284 начинает выкатывать. Даем плюху. Промахнулся, по-моему, 284. И здесь нам подфартило. Держим корабль. Никуда наш герой отсюда уезжать пока не планирует, по всей видимости. На корабле тут поселился. И все. И никуда. Мы свое место не оставим. Так. Ну-ка, ну-ка. Опа! Какие гости у нас. ВЗ-55 прикатывает. За ним тут же ТВП. 763 ХП у ТВПшника. Выцелить. Нормальный ТВП. Вот видите, как позиция здесь на корабле классно работает. Мы несколько первых тычек прям даем. И тут, конечно, ТВП за малым нас не добрал. Ну, видите, им приходится выкатывать, открываться, подставляться. И первую тычку мы спокойно отвешиваем. Не получив ответочку. Так. И здесь, посмотри, как филигранно выцеливает наш герой. Просто выдержал. Выдержал здесь позицию, да? Так. Ну. Пока наш герой едет разбираться сейчас с артой 430. Напомню вам, народ, что спонсор этого видоса. Парни с классного сайта. Вот голд. Где вы можете себе получать большие новогодние коробки. Там появились 4 крутых контейнера. С новогодними, волшебными, восточными коробками. В общем, все виды коробок могут выпадать. И, собственно говоря, к тому же, если вы будете открывать на вот голд контейнеры с коробками и при пополнении счета укажете вот этот наш промокод, вам еще и дадут гарантированный подарок-бонус. Промокод очень просто ввести. По ссылочке в описании переходите под видео. Вверху сайта вот голд находите кнопочку пополнить. Нажимаете ее. И там будет надпись. У меня есть промокод. Вот на эту надпись надо нажать. И там в строчечку вот этот наш охренительный промокод ввести. Потом пополняйте. И каждый, кто все правильно сделал, получает после пополнения бонус. По поводу на сумме обязательно пользуйтесь. Промокод классный. Ну и можно больших коробочек потом себе из этих вот эксклюзивных четырех кейсов повыбивать, попробовать. Я сам открывал, коробки выбивал. Видос недавно был на канале. Поэтому шансы неплохие. Ну а мы смотрим дальше. Если что, все в описании. И ссылочка, и промокод все там написано. Ну а наш герой тут приезжает. Арта подтупливает стоит. Добираем спокойненько. И вот у нас 430У. Афкшный. Тут давайте ускорю. Потому что наш герой решил откидать весь боекомплект. Чтобы еще и последним снарядом добрать последнего противника. Поэтому этим мы ускоряем чуть-чуть. И вот уже вот последний снаряд. И девятый фраг должен быть. Четко выцеливаем. Наверняка. Что? Прикиньте, сейчас не пробьет. Было бы смешно. И победа. Вот такие результаты. От Дефл Корабль. Красота. Давайте к итогам. Так. Ну и тут у нас основной калибр. Воин Фадин. Редлик. Колобанов Мастер. 9200 дамага. 9 фрагов. Ну лайчинский. Я думаю однозначно. Вверху справа прошлое видос. Залетайте, смотрите. А мы с вами народ. Увидимся в новых роликах. Которые очень скоро уже будут на канале. Пока народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.